МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Смерть после посещения стоматологии. В Караганде скончался полуторагодовалый ребенок после того, как стоматологи ввели ему раствор анестезии. В причинах черного снега в Цимиртау будут разбираться международные эксперты. На отчетной встрече Акима Карагандинской области обсуждалась экологическая ситуация. Шестилетняя Аиша Абенова и 11-летняя Алина Комиссарова признаны самыми красивыми в шахтерской столице. Во Дворце культуры горняков провели очередной конкурс красоты «Мини-мисс Караганда». В Караганде от анафилактического шока скончался полуторагодовалый пациент частной стоматологической клиники. Заведено уголовное дело. Клинику ожидает серьезная проверка. Во всем подробно расскажет Мирамгуль Салкимбаева. Здесь похоронен маленький Семен Арзамасцев. В июне ему исполнилось бы два года. Но 22 февраля навсегда изменил жизнь молодой семьи. Родители привели малыша в одну из частных стоматологических клиник Караганды на улице Сатыбалдина. Врачи порекомендовали лечить зубы под наркозом. Так как ребенок очень маленький, сказали, что лечить будут под наркозом. Но он очень легкий, безвредный. Врач-реаниматолог, анестезиолог клиники Тинни-Дент сказала, что никаких последствий нет. Сказала нам это прямо в глаза, когда мы у нее спросили. Я объяснила, что ребенок аллергичный. Но она не сделала пробу. После того, как ребенок уснул, он уже больше не проснулся. Карета скорой медицинской помощи доставила ребенка в областной медицинский центр. Несмотря на усилия врачей, в реанимационном отделении мальчик скончался. Тело ребенка повезли в Россию, в Омскую область, где его и похоронили. Сегодня частная стоматологическая клиника закрыта. Департамент охраны общественного здоровья сформировал комиссию для расследования причин произошедшего. После направленных материалов ТОМИНСИ, стоматологический кабинет Тинни-Дент, сегодня в департамент утром поступили материалы о приостановлении вида деятельности по оказанию анестезиологической помощи. Данным стоматологическим кабинетом уведомления зарегистрированы в департаменте. И принятые меры предварительно по результатам внутреннего расследования, проведенной данной клиникой, данный врач отстранен от в настоящее время работы. Но продолжает работать и будет проводиться, устанавливаются обстоятельства департаментом уже в рамках проверки. Между тем, выяснились некоторые подробности. Врач, которая проводила анестезию, уже была под пристальным вниманием следственных органов. Поскольку департамент пока еще не вышел на проверку и мы не имеем права полностью разглашать данные, не могу пояснить всех обстоятельств. Однако по врачу, который оказывал анестезиологическое пособие, имело место факт разбирательства департамента в 2016 году и направление материала в следственные органы. Своё расследование ведут и полицейские. Заведено уголовное дело по статье «Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работникам». Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов считает необходимым разработать экологические программы по всем промышленным городам области. Об этом глава региона заявил на отчётной встрече с населением, отвечая на вопросы граждан. Ситуация с чёрным снегом в Темиртау обострила вопросы экологии во всей Карагандинской области. С начала зимы эта тема не раз обсуждалась на всех уровнях государственной власти, от городского до республиканского. Предварительный анализ показал, что причиной чёрного снега стали погодные условия. Многодневное безветрие не позволяло отгонять от города металлургов выбросы промышленных предприятий. Однако экологов такое объяснение не устроило. Тему экологии в Темиртау подняли и на отчётной встрече с населением Акима Карагандинской области. В экологической ситуации в Темиртау разбирается рабочая группа с участием независимых экспертов, напомнил Ерлан Кушанов. Предусматриваются меры оперативного и системного характера. Разрабатывается комплексный план по оздоровлению экологической обстановки в городе металлургов. Главное участие в реализации этих планов должны принять и промышленные предприятия, основные загрязнители. Сказано, чтобы они сокращали объёмы выброса вредных веществ. То есть это было ещё в советское время, когда штиль, когда без ветра или направление ветра в сторону города, объёмы производства сокращали все комбинаты. И мы к этому возвращаемся. И это руководство комбината, это наше предложение приняло. Спасибо большое. В комплексный план войдут мероприятия по модернизации предприятий. Другой базовый момент – озеленение города, отметил глава региона. На эти цели будут выделены деньги из областного бюджета. А в конце февраля для изучения экологической обстановки в Тимиртау приедут международные эксперты. Не меньшее внимание уделено и теме предстоящих паводков. Ярлан Кушанов отметил, что в Карагандинской области приняты точечные меры во всех паводковоопасных населённых пунктах. В 2017 году расходы на ремонт гидротехнических сооружений были увеличены на 70%. Мы знаем, какие населённые пункты наиболее подвержены подтоплениям. Их 31. По всем мы точно отработали. Вокруг них построено 42 километра защитных сооружений. Отремонтировано 11 километров существующих дам. Расчищено более 7 километров русел паводкоопасных рек. Несмотря на то, что прогнозы синоптиков относительно паводков благоприятны, это не даёт повода ослабить подготовку. Более 200 гидротехнических сооружений взяты на круглосуточный контроль. Все мероприятия по подготовке к весенним паводкам реализуются совместными силами Акиматов, городов, районов, а также Департаментом по чрезвычайным ситуациям. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Караганде определили самую красивую девочку. Во Дворце культуры горняков состоялся конкурс «Мини-мисс Караганда». В конкурсе приняли участие 23 претендентки. Победительниц было сразу две. С подробностями Токжан Лянова. Очаровательные девочки блистательно выступают на сцене, срывая бурные аплодисменты. Подготовки и уверенности маленьких красавиц могут позавидовать и взрослые барышни. Чтобы подарить многочисленным зрителям красочное шоу, организаторы вложили много сил и времени. Из 100 претенденток лишь 23 получили возможность бороться за корону и право назваться самой красивой девочкой региона. «Красота в доброте», гласит слоган конкурса. Именно это качество организаторы старались привить участницам. И это неспроста. Ведь сам конкурс носит благотворительный характер. Еще хочу отметить, что мероприятие является благотворительным, потому что все вручные средства от проведения конкурса пойдут к маленькой девочке Захарян-Светлане. У Алины Комиссаровой за плечами немалый опыт участия в конкурсах красоты. Девочка уже стала обладательницей заветной короны в Греции, победив в конкурсе «Маленькая мисс Вселенная». Как признается, Алина, участвуясь в региональном конкурсе, ее побудила скука. Гиперактивная школьница не может жить без драйва и сцены. Неоднократная демонстрация талантов на различных состязаниях сделала Алину уверенной в себе. Девочка никогда не сомневается в своей победе. И этот конкурс не исключение. Уверенность не подвела Алину и в этот раз. По итогам конкурса именно она стала мини-мисс Караганда 2018 в возрастной категории от 9 до 12 лет. А ранее девочка уже сообщила, что хотела бы сделать после получения нового титула. В возрастной категории от 6 до 8 лет победу одержала Аиша Абенова. На протяжении всего вечера зрители радовали своими номерами танцевальные ансамбли и прославленные певцы. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлена Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. В Карагандинском государственном медицинском университете обсудили вопросы унификации международной терминологии в сфере медицины. А также единые стандарты учебников для медицинских вузов страны. На научную конференцию съехали специалисты из таких городов, как Атыраус, Семей, Алматы, Астана и Жисказга. В медицине всегда наблюдалось изобилие терминов греко-латинского происхождения. В последние годы в лексику казахского языка было внедрено множество эквивалентов заимствованных медицинских терминов. По мнению ученых, данный шаг открывает новые грани языка и способствует развитию языка науки. Однако на фоне массового обогащения казахского языка дублетными формами появилась иная проблема – отсутствие однотипности термина в учебниках по медицине. В связи с этим разработка единой терминологии является наиболее важным аспектом обучения будущих специалистов. «Чтобы в регионах Казахстана по-единому, так сказать, развивалась эта терминология, чтобы мы могли спокойно на одном профессиональном языке говорить со всеми уголками казахстана. Вот это очень большая задача, потому что есть до сих пор еще разночтения в разных подходах, разных обозначениях, допустим, заболеваний или состояний каких-то, или симптомов, даже если они греко-латинские одинаково звучат. Но вот толкомания их на казахском языке может быть несколько различаться, то есть нюансы могут быть разные. Это связано с историей, традициями, обычаями, отношением к той или иной болезни или к тому или иному состоянию. И вот унификация – это очень важное дело, при том, что нюансы должны оставаться, особенности, понимание. В числе участников конференции были не только специалисты отраслевой терминологии, ученые-лингвисты, переводчики, но и эксперты Республиканской терминологической комиссии. На научной конференции вниманию специалистов представили около 2,5 тысяч терминов в области фармакологии и фармацевтики. Мероприятие соединило участников из разных городов Казахстана. Послушать познавательные доклады собрались и студенты Карагандинского государственного медицинского университета. У будущих медиков есть свой взгляд касательно стандартизации терминов. Я думаю, что есть такие термины, которые утвердились уже и на других языках, как один термин, международные термины. Но есть и такие термины, которые требуют именно нашего перевода, так как у нас, допустим, название костей. Название костей у нас, у казахов, называется по-нашему. И учить на нашем языке будет даже легче, чем же на международном. Но, с другой стороны, есть и латинский язык. Латинский язык объединяет все вот эти терминологии. Следует отметить, что терминологической комиссией проводится огромная работа по унификации терминов в медицинской сфере. Ранее заседание комиссии состоялось в городе Ак-Тубе. После Караганды эксперты отправятся в Семей. В ходе конференции специалисты обсудили разработку нового фармацевтического словаря преподавательским составом Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. Было отмечено, что специалисты со всего Казахстана должны внести свою лепту в составление данного словаря. Торжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Новый клиникодиагностический реабилитационный центр «Санат», расположенный по адресу улица Кривогуза, 41, предлагает широкий спектр услуг для населения. Медицинское учреждение оборудовано по последнему слову техники. Ни у одного из людей заболевания и походы в медучреждения не вызывают положительных ассоциаций. Однако новый клиникодиагностический и реабилитационный центр «Санат» стирает все сложившиеся в обществе стереотипы. Здесь прием пациента начинается с приветливой улыбки. Лучшие в своих сферах специалисты оказывают пациентам эффективную помощь и пристально следят за их последующим состоянием. Также на базе медицинского центра работает филиал Республиканского центра переподготовки медработников здравоохранения. Здесь у нас есть индикатор приближенной боли, приближенной стороны. Например, глубина нажатия контролируется. Кроме этого, до госпитальной этапа подачи экстренный кислород ИВЛ-методом. Несмотря на то, что центр «Санат» открылся совсем недавно, специалисты центра уже успели спасти жизнь своего первого пациента. Мартика Дергалиевой 81 год. Карагандинка обратилась в медучреждение с жалобами на головокружение. В ее возрасте проблемы с сердцем – довольно распространенное явление. Кардиолог центра «Санат» сумела вовремя установить причину недуга женщины и провела полное обследование. В результате Марте Нургатаевне была предоставлена квота на операцию. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и непрестанно благодарит сотрудников центра «Санат». Ведь врачи спасли не только ее жизнь, но и жизнь ее супруга. Вследствие сосудистого заболевания Аксакал мог лишиться ноги. Однако и в этом случае врачи центра сработали быстро и эффективно. Как они вовремя деда моего спасли, честно говоря, слезы наборачиваются. И хочется что еще сказать, что у них, и вот когда с Рафаэлем Рашидовичем немножечко мы беседовали, он рассказывал свои планы. Говорит, мы еще только-только открылись, у нас огромные планы. Мы еще будем оборудование получать. Мы будем вообще эту клинику свою поднимем до такой степени, и что у нас просто будет очень это самое. Я им желаю действительно, чтобы все, что у них намечено, чтобы это выполнилось, как по-казахски говорят, алга. Медицинский центр «Санат» славится не только умелыми кардиологами, но и педиатрами. К слову, в медучреждении созданы все условия для маленьких пациентов. Опытные инструкторы и реабилитологи борются с нарушениями зрения, осанки и нервной системы. Заместитель главного врача по лечебной работе Аида Кужугалиева рассказывает, широкий спектр услуг в области педиатрии создан, чтобы улучшить здоровье подрастающего поколения. Одна из главных задач нашего центра является забота о здоровье подрастающего поколения. Здесь создан весь спектр услуг, которые будут оказываться для детей. Это консультация педиатра, всех русских специалистов педиатрического профиля, также лабораторные диагностические исследования. Также особенность нашего центра в том, что здесь имеется реабилитационный раздел для детей. В клинико-диагностическом реабилитационном центре «Санат» все продумано с заботой о любимых пациентах. Приветливый персонал, светлое и просторное здание, а также специально оборудованные медицинские кабинеты. Любой обратившийся в медицинский центр может быть уверен. Его здоровье в надежных руках. Тоже Анлянова, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. В Карагандинской спортивной школе-интернате завершился областной чемпионат по боксу среди юниоров. Соревнование посвящено памяти карагандинских тренеров. На пьедестале почета победители второго областного чемпионата по боксу. Второй год подряд команды со всех регионов Карагандинской области собираются в шахтерской столице на соревнования, посвященные памяти тренерам. Карагандинское спортивное сообщество не забывает именитых наставников по боксу, воспитавших яркую плеяду спортсменов. У нас старший тренер, Ержан Санчхетисов был, Олжабай Нагайбеков, Анатолий Яковлевич Ярхо, Владимир Маслин и Дабы Скалау. Эти тренера, наставники очень великие, они подняли наш бокс, карагандинский бокс. Кстати, вот в этом зале у нас воспитывались Аркадий Топаев, Серик Ильев, Бронников и Олимпийский бокс. Серик Сапеев, много головных здесь приходил, много тренировался. Поэтому этот зал очень традиционный, очень символический бокс. Почетными гостями выступили родственники известных тренеров. Среди них и Раиса Нагайбекова, вдова прославленного Олжабая Нагайбекова. Она отмечает, что тренеры, ставшие основоположниками карагандинского бокса, были по-настоящему преданы своему делу. И приятно видеть, что их дело продолжает процветать. Смотрю вот на этих ребят и действительно душа радуется, потому что они только-только начинают свои первые шаги делать. А мой муж уже боем. Поздно пошел заниматься боксом, но достиг определенных успехов. И потом занимался сам лично, выступал везде, ездил. Потом стал работать, заниматься уже тренерской работой. Воспитал немало тоже учеников. И, конечно, люди, тренера того времени были преданными своей работе. Всего на соревнованиях собралось порядка 300 юниоров. Организаторы отмечают, что в прежние годы проводились подобные состязания, но затем были позабыты. И вот уже второй год подряд карагандинские подростки собираются вместе, чтобы отточить свое мастерство. Всего было разыграно 160 медалей различного достоинства. И каждая награда нашла своего победителя. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» продолжает игр в рамках плей-офф. Соперником 1-8 финала выступил новокузнецкий «Металлург». Первая игра состоялась 23 февраля в Караганде. Ее итог 1-2 в пользу гостей. Но уже на следующий день карагандинские хоккеисты сравняли счет в серии выигров со счетом 6-1. Карагандинской дружине необходимо было брать реванш после поражения днем ранее. В итоге «Сарарке» удалось повести в счете благодаря атаке, которая началась в большинстве, а завершилась в равенстве. На шестой минуте матча Олег Ламако забросил первую шайбу. Спустя шесть минут Дмитрий Желнировский увеличил отрыв, забросив шайбу в пустой угол ворот соперника. 2-0. Но «Металлурги» не намерены были сдаваться без боя. Под занавес первого периода форвард соперников сократил разрыв. 2-1 после первого периода. Второй период команды начали в атакующей системе игры, отвечая броском на бросок. Но такое течение встречи с равным шансом на успех прервали арбитры, зафиксировав у «Металлурга» нарушение численного состава. Станислав Ольшевский реализовал большинство и снова создал для «Сарарки» отрыв в счете в две шайбы. 3-1. Уже через 8 секунд после начала третьего периода наша команда получила численное преимущество в двух хоккеистов. И этим шансом воспользовалась. 4-1. Шайбу на свой счет записал Даниил Ердаков. А следом буквально через минуту дубль в матче оформил Олег Ламако. 5-1. Не заставила себя долго ждать и шестая шайба в воротах «Металлурга». Ее автором стал Эдгар Синксона. Итог игры 6-1. Хорошая боевая игра. Мы сегодня потренировались в игре в меньшинстве. Больше мне сказать нечем. На самом деле не имеет значения, с каким счетом выиграл или проиграл. Имеет значение только конечный результат – выиграл или проиграл. Потому что это плей-офф. Знак равно, с чего начинала серия к тому, пока она и пришла. Наверное, думаю, вчера чуть перегорели. Многие ребята, некоторые из них, играли первый в свой плей-офф. Это, думаю, основная причина. Сегодня сыграли по-другому. Ну и основополагающие, здорово сыграли в меньшинстве и в большинстве. Хотя, опять же, счет не отражает сути игры. Игра ровная, боевая. Таким образом, счет в серии до четырех побед становится 1-1. 27 и 28 февраля матчи состоятся на арене «Металлурга» в Новокузнецке. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амаса Уолкстер. Субтитры подогнал «Симон»!